Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудер, канал Ни Слово Об Играх, и мы продолжаем проходить Gran Turismo 3, A-Spec для второй PlayStation. В прошлой серии мы с вами на вот этой ТТ-шечке прокатились в чемпионате, собственно говоря, ТТ-шечек, Турист-Трофе, выиграли его, вот, ну и в этой серии мы с вами давайте покатаемся на Скайлайне, пойдем в чемпионат Red Emblem, чемпионат Красной Эмблемы, то бишь GTR, он у нас прокачан, кстати говоря, если вы помните, уже достаточно неслабо, ну, за исключением может быть лошадиных сил, да, 380, я, если честно, не знаю, хватит ли нам этого, но давайте масло поменяем, так как он у нас был использован уже. Да, даже она такая серенькая стала, масса это, так, и давайте-ка его помоем, что-то мне кажется, он грязноватый какой-то, отражение своего в нем не вижу, чик, все машины так мылись, да, 5 секунд и готово, так, ну вот, я предлагаю попробовать прямо так, потому что, ну, действительно, прокачан он у нас достаточно хорошо, мы уже ездили на нем в достаточно серьезном чемпионате, поэтому вполне возможно, что и хватит, ну, может так статься, что и не хватит именно лошадиных сил, чисто потому что здесь, смотрите-ка, уже нужна International B лицензия, это уже очень круто, да, наверное, ну, ладно, мы такой тестовый сейчас заезд с вами сделаем, 30 тысяч, ничего себе тут дают за выигрыш, вот это да, если получится так, что не прокачивать его, мы тут прям с вами баблище поднимем, очень хорошо, трассы тут, ну, Триал Маунтен, хорошо, вот, Лагуна Сека и особенно С-11, что я говорю, Р-11, конечно, блин, С-11, новую какую-то трассу выдумал, нет мне прощения, в общем, на Р-11 могут быть проблемы, ладно, давайте попробуем на Триал Маунтене, ой, блин, я превью нажал, что-то совсем заболтался, ну, собственно, хотел сказать, посмотрим хотя бы какие соперники, но нам это ничего не даст, ну, скайлайны, конечно, соперники, чего что-то, так, погнали, вот, правильный вход был немножко правее, сейчас посмотрим, в принципе, будет сразу видно, если они на старте от нас уедут далеко куда-то, ненадолго, тогда что-нибудь немножечко прикупим там, потому что так он у нас, по-моему, полностью прокачан, так, ну, старт до третьей передачи, по крайней мере, был неплохо, так, ну, что мы дальше имеем, ух ты, тридцатьчетверочка какая, красивенькая, вот еще одна тридцатьчетверка, так, ну, в принципе, в принципе, вроде бы сражаемся, достаточно неплохо, вроде бы, ну, блин, уже лидируем, ай, я не помню, правда, что на нем за резина стоит, то ли медиум, то ли, ну, слик какой-то, что у нас по весу, во-первых, эта стадия наверняка куплена, а вот дальше непонятно, что-то смотрите-ка, вполне тащит, ничего себе, у нас уже тут такая серьезная лицензия требуется, International B, а наш Sky-то тащит, то есть мы его с заделом, так, это самое, прокачали, в поворотах хорошо достаточно стоит, ну, да, то, что здесь слики на нем, это совершенно точно, потому что он в поворотах великолепно стоит, так, у нас что тут, три круга, да, вообще, без особых проблем пока, тьфу, тьфу, шикардо, Sky, ну ты прям красавец, ммм, ты прям, бальзамчик, битнер, так, на втором месте тридцать, третий держится, молодец, против нового поколения там сражается, они могут его пока, тридцать четверки, схавать, а, вот, блин, круто, что мы его помыли, смотрите, как он бликует четко, ну, собственно, этим, наверное, их и ослепили, они, может, и были бы быстрее нас, но за счет того, что они теперь практически ничего не видят со старта, из-за нашей великолепной красоты, они не могут ехать толком, там, они промахиваются мимо апексов, мимо точек торможения, в общем, там кошмар, как что-то у них творится, так что это полезно мыть машины, я уже это как-то говорил, по-моему, даже со спортивной точки зрения, ха-ха-ха, отлично, ну, вы сами видели, я вообще ничего не прокачивал, какой был Sky у нас с вами, можно будет даже сейчас перед следующей гонкой зайти и просто полюбопытствовать, что же у нас там на нем куплено, а что нет, я уже просто подзабыл, ну, коробу мы точно брали, ну, да, ходовая часть у него, в принципе, прям, наверное, на 100% прокачана, вот что прокачка механическая, животворящая делает, не все решают кобылы, так, ага, вот, на второе место вышел 34 Sky, ну, и нам осталось даже последний сектор доехать, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, так, вот, догнал, поддогнал, ну, я сам ошибся, так вот отлично просто прекрасно тридцать четверка тридцать третий еще до 34 даже смотрите sky gtsd блин type-m здесь есть кстати это то не gtr вообще не знаю извините ляюсь как его вообще в gtsd что-то сюда пустили не совсем понятно так ну ладно великолепно просто нифига мы не рубляв не вложив просто уделали так следующая лагуна и r11 давайте зайдем посмотрим просто еще у нас куплено так подвеска гоночная стоит тормоза гоночный балан балансира нет единственно ну и ладно не будем вкидывать ни рубля посмотрим сможем ли мы дальше выигрывать так ну впуск до куплен так этого нету тут это ну стандартно компьютер тут скорее всего все до сцепления маховик кардан дифференциала нету а радиатор куплен но даже не гоночный спортивный а ну-ка у него четвертая стадия сколько же у него лошадей 3 ой 788 до ну кстати что то не так много смотрите четвертая стадия турбина это у него даже 800 лошадей не будет ну ладно купим там интеркулер гоночный еще там пускай даже 20 вот 800 там с лишним ну то есть по лошадям то понерфили здесь чуть-чуть там буквально по десятке каждая позиция с 3 вот да уже не те не та мощность которая была в первой части ская там в японской версии у него вообще там было девятьсот восемьдесят пять по моему лошадей так ага вон у нас сколько резины супер хард и медиум и супер софт ну наверное супер софт стоит я так понимаю так ну вот и облегчение первой стадии ладно все ничего не будем трогать больше в принципе до прокачан он фактически полностью за исключением маленьких штришков так ладно лагуна сека так сейчас настройки зайдем посмотрим что за резина стоит ну судя по тому как он стоял у нас в поворотах супер софт и стоит иначе собственно так change parts наверно да тогда racing супер софт tires фронтриер хорошо отличненько ну что погнали лагуна сека залог успеха хорошем старте проспал чутка эх красавец 33 болей огонь просто так 34 ух ты как его повело то а ты чё друг с ума то не сходи а вот сейчас и посмотрим да там у нас 34 долго сдерживал 33 ух ты это вообще 32 тут летает еще пацанчик спакуха шикарный поворот штопор просто вошли в штопор о как сразу рванули то чуть и 32 вышел на второе место он дает о как он там дрифти то ё-моё вот это да так сейчас снова три четверка вышла на второе место чё себе как они отстают уже от нас зачем там так дрифтят то не могут справиться с лагуной секой 2 и 9 уже но они еще едут портачат чудо я ну серьезно дав здесь такую мощную лицензию ожидаешь с этого чемпионата немного большего все-таки могли бы мощность им тут побольше сделать вот мы смотрите даже 400 сил у нас еще нету а мы в принципе даже на прямых у них здесь ну скорее всего не больше чем у нас лошадей то есть мы абсолютно на равных едем могли бы хотя бы их тут качнуть до где-нибудь на 450 там да шо ж такое-то из-за перегрузок сон тянет бывает такое вот три секунды уже так ну мне сейчас опять тут наверно затупят воу меня самого чё-то повело да просто уезжаем в точку Скай тащит. Чуть-чуть подогнал пару десяток буквально. Всё, отлично, вообще никаких проблем, что даже как-то будет. Немножко обидно, да? Ну, не ожидал я, что настолько легко всё будет. Ну, может, ТР-11 нам даст? Даст просраться. Зато денег, денег, ребята, денег сколько? Уже 180 тысяч. Шикарно просто. Смотрите-ка, ГТСТ даже приехал не последний. Вот так вот. То есть он тут достаточно прокачан. Интересно, интересно. Так, ну, R-11. Надеемся, что там будет челлендж. Но там будет челлендж по-любому, потому что я её плохо знаю. Чисто вот из-за этого, что я там сам тупить буду. Поэтому должна быть поинтереснее гонка. Тут, когда я вчера вечером обзор F1 2018 посмотрел. Ну, игры, естественно, я имею в виду. Блин, и вы знаете, мне понравилось. Здесь всё-таки какой-никакой, но, ну, как сказать, отличие. И в плане именно геймплея там достаточно серьёзное. В том плане, что наконец-то они ботов прокачали. Искусственный интеллект подтянули. Какие же они были тупые. Что в 2017, ну, в 2017 особенно, они просто ехали паровозом. Они не умели пользоваться ботой всей шириной трассы. Ну, просто это кошмар какой-то был. Это, я не знаю, искусственный интеллект, наверное, в первом Гран-Туризме был умнее, чем... Да что ты будешь делать? Был умнее, значит, в первой части GT, чем... Блин, в 2017 году в Формуле. Вот. Поэтому... А сейчас они там... Они, во-первых, агрессивные. Они пользуются всей шириной трассы. Я вообще такого не помню, чтобы в Формуле-1 была борьба 4 болида, ну, то есть по всей ширине трассы. Боролись бок о бок. То есть они реально используют всю ширину трассы. Они атакуют везде. Они закрывают траектории, захлопывают калитки, как это называется. То есть они совершенно не боятся игрока, не боятся его атаковать, не боятся... Не то что атаковать, они боятся защищаться от него. Вот. Вот. Поэтому... С этой точки зрения мне очень приглянулась 18-я формула. И еще... Ну, там какой-никакой сюжет... Ну, как он? Не то что сюжет, да? А вот эти интервью, которые у тебя берут после гонки, они хоть на что-то влиять стали. То есть я помню, примерно такое они еще пытались ввести со времен, по-моему, 11-й даже формулы. Но там это реально вообще ни на что не влияло. Здесь это какая-то репутация у тебя внутри команды, внутри даже твоих там механиков. То есть это все влияет на то, как они вам там будут новинки готовить, как... Даже на заключение контракта, когда будет предстоит вам заключать контракт, все это, в общем, вам аукнется. Все эти вещи, все они припомнят, если вы что-то говорили плохо, либо же наоборот будут к вам относиться хорошо, если вы в интервью про команду, в общем, не забывали и хвалили их. Вот этого я и жду. То есть, понятно, чего нового можно, блин, в жанре, в таком, как Формулу-1 придумать, да? Ну что, одно и то же каждый год, елки-палки, только меняй пилотов из команды в команду, тусуй, да, раскраску меняй. По сути, это все можно было DLC делать. Раз уж вы каждый год пилите, ну что-то добавлять надо более серьезно. Я... Может быть, надо им действительно расширить вообще, так сказать, вселенную, да, и... Да вы гляньте, что они творят. В том смысле, что уйти за рамки одной только Формулы-1, то есть, может быть, впилить туда еще Формулу-2 чемпионат, что ты начинаешь вообще как зеленый новичок. Вообще, в идеале было бы, конечно, сделать, чтобы, начиная с картинга, все это было, то есть, прям вот, молодой сосунок, так сказать, начинает свой путь, потом... Все это дело... Ну, такую РПГ прямо сделать гоночную. Также интервью, да, все это влияет, репутацию зарабатываешь, то есть, ты можешь стать таким, как бы, забиякой, что ли, и тебя будут, ну, бояться не очень уважать в командах, потому что ты, допустим, будешь правду матку там гнуть. И это будет влиять, а можешь быть таким серьезным, упоротым гонщиком, который только на серьезных щах все там говорит, или каким-нибудь там весельчаком быть, а-ля там, я не знаю, Джеймс Хант или Дирвайн. В общем, это было бы круто, но не знаю, смогут ли они это реализовать. Понятно, гораздо больше сил надо затратить. Да и, может быть, в таком плане отказались бы они от этих ежегодных, блин, формул, ну, выпускайте вы ее тогда хотя бы раз в два года. Таких проблем, по-моему, не будет, если при этом игра станет качественней, больше, интересней, то, я думаю, все только забудут. Зачем вот это ежегодное копирование самих себя? То есть, реально, то, что сейчас из года в год выпускается, это можно просто менять с DLC и вообще, начиная с какой-нибудь 14-й формулы, где перешли мы на новый регламент. Вообще, больше игр не выпускать, а просто выпускать DLC-шки, DLC-шками обновлять игру и все. Ну, соответственно, там, как-то тусуя, добавляя новых пилотов, там, раскраску обновляя, да и все. Ну, и какие-то технические характеристики, там, косметически улучшая. Да ладно тебе. Вот это да. Вот что делают. Вот она, агрессия-то, искусственного интеллекта где. Так. Ладно, давайте я чуть-чуть помолчу. Осталось нам три поворота. И финиш. Так, 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 так. Все. Не, ну да, было сложнее. Было, конечно, сложнее. На хвосте вон их привезли. Запинали просто, нифига, три десятых. Это немножко отличается, да, от трех секунд. Ух, ой, приятно, два Sky 33-х. Дубль, отлично. Просто унизили новое поколение. Ну, в общем, достаточно все равно легко. Дался нам этот чемпионат. Ой, две сотки. Интересно, что же дадут, а? Что же за машину они дадут? Мне прям интересно. Да ладно, Skyline, что ли? Вот это да. Вот это неожиданность. Так, это Низма, да, еще у нас? Да, Низма 400R. У нас есть 32-й Низма, а это 33-й. В общем, обрастаем Skyline потихонечку. Ну вот, в общем, заканчивая с формулой, вот такие у меня пожелания, но все равно. И, в общем-то, F1 2018 более или менее что-то новое ввели. Стараются как-то карьеру там разнообразить. В принципе, это неплохо, неплохо. Маловато, конечно, но уже неплохо. Так, ну да, вот 30 тысяч. Ого. Достаточно. За серьезную сумму можно продать. Вон, смотрите, у него сразу 395 лошадей. Столько же, сколько у нас сейчас. Ну, понятно, он уже затюнингованный. Почему и называется Низма, да? Так, ну вот, собственно, чемпионат Skyf мы проехали. В следующей серии мы, наверное, с вами... Наверное, наверное. Ну, какой-нибудь чемпионат проедем опять. Или, может, Алтезу. Или, или, или. Ну, или, в общем, посмотрим. Что-нибудь такое замутим. Чемпионат, он как-то поинтереснее ехать, чем отдельные гонки, да? А у нас, собственно, отдельных гонок-то осталось там. Type-R митинг. Да, у нас еще есть непройденная, оказывается... Как она называется-то? Stars and Stripes. Американский чемпионат. Вот. Может, его, кстати, проедем. Ну, что же, ладно. На этом давайте прощаться. Достаточно короткая серия получилась. Я думал, все-таки придется его подпрокачивать. Поэтому... Думал, серия будет длиннее. Ну, да ладно. Че страшного. Это гонки. Бывают и легкие победы. Тоже такое бывает. Ну, а... С вами был, как всегда, Скудер. Канал Ни Слово Об Играх. Всем пока-пока и увидимся в следующих сериях.